Вот меня опять бомбит. Мы вот вроде с Юлей подруги, да, вот вроде общаемся, всё, но иногда вот она меня просто вымораживает до такой степени, что я не знаю вообще, вот как я с этим человеком, просто она судьба села. И я ей сказала, типа, блин, пока вот один момент не выучишь, просто не подходи ко мне. Типа, правда, ну я всё понимаю, но иногда меня бесят, ну бесят элементарные вещи. Я вчера купила хинкали, говорю, что хочу приготовить хинкали, а она хинкали называет пельменями. Как можно называть и путать хинкали и пельмени? Пока не выучишь, что такое хинкали, голодная будет ходить. Ну как можно путать пельмени и хинкали, ну ё-моё, ну я не понимаю просто. Есть пельмени. Пельмени это что-то нищенское, студенческое, невкусное, не очень люблю. Есть хинкали. Хинкали это вот такие вот круглые штучки, очень вкусные, сочные. А есть манты. Манты это королевское просто блюдо, манты. Вот там с такой пипкой, с таким воротничком ты берёшь вот так вот, откусываешь, выпиваешь, только это манты. Так вот хинкали и манты никогда нельзя путать с пельменями. Объясню свой неприязный к пельменям. Дело в том, что раньше на вписках, когда я была ещё помоложе, поинтереснее, такая задорная, вот, в основном пельменями спасались. А учитывая то, что денег особо не было, да, ни у кого, покупали самые дешманские пельмени, в которых попадались кости, там какой-то замиксованный фарш вообще непонятного производства. Дай бог, чтобы это была там свинина или курица или говядина, а не собачатина какая-то. Короче, и очень часто вот ела пельмени вот, ну, просто так, без ничего, соль это была единственная приправа, а хавать-то хочется, да, на вписке. И ты вот эти разварившиеся, расквашившиеся пельмени невкусные, дешманские хаваешь, и вкус этот запоминается навсегда, вот прям ужас.